приветствую вас в этом видео обзоре сегодня мы с вами будем делать масло из семечек подсолнуха с кожуров вот такие вот такой мурмитки здесь 400 грамм вот и на этой машине мы с вами попробуем это продемонстрировать как она давит из таких семечек масло в прошлом ролике мы делали обзор по этой машине мы давили масло из грецкого ореха сегодня мы посмотрим как эта машина справится с прессованием масла из семечек значит мы сейчас машину включим чтобы она была с горящим стартом включим пусть прогревается наконечник значит наша машина сейчас соберется сейчас мы соберем значит она состоит из такой бельзы шнека и шпилечки значит для этого и взяли такую тарелочку прозрачную чтобы было видно с какой у нас масло и сколько значит бывает иногда при когда капает масло попадает маленькие осколки семечек вот я использовать буду такую сеточка в виде сита я приобрел ее у пасечников не знаю я не использую такую сеточку вот такую сеточка приобрел она будет у нас служить вместо сита вот и взял обычная вот марли отрезал кусочек вот такой длины где-то я сейчас сложу ее вдвое вдоль и еще поперек то есть четыре раза так как масса будет у нас медленно капать вот она будет также у нас и фильтроваться что потом по завершении нашего обзора у нас здесь было уже чистое масло так значит соберем сейчас наше устройство собирается но очень просто вставляет и шпилька и по сути все вот и но так закрывается значит вот такой идет загрузочный контейнер куда будет попадать семечка прошлый раз когда мы делали из грецкого ореха мне приходилось орех переламывать на маленькие кусочки фракции поэтому семечкой проблемы никакой не будет потому что у нас семечка мелкая она будет хорошо просыпаться и вот в это отверстие попадать поэтому на контейнер сейчас засунем все она собирается очень легко машина очень удобная компактно значит и вот эта миска большая вот сюда у нас будет выходить шрот через вот это отверстие мы во время процесса мы это заснимем так значит что еще что еще но в принципе все в принципе все мы тогда включаем нашу машину вот уже машина заработала чтобы нас напротив отверстие любит как от маска мы сместили вот оттуда будет отсюда будет течь масло наше сито все засыпаю семечку напомню еще 400 грамм 400 грамм семечки вот уже пошел процесс в эту мурмитку 400 грамм прошло вот с этим и прошлый раз эту же мурмитку использовали для орехов грецких я чуть позже покажу сейчас пойдет у наш рот подсолнечных семечек я покажу как у нас масло отстоялось от грецкого ореха вот можно посмотреть вот так у нас идет широт такой необычный по консистенции чем-то похож на морскую капусту правда не зеленого цвета такого серого вот так необычно но отдавливать значит с этой стороны можно посмотреть у нас вот течет масло прямо на наш малышку вот она уже даже не течет льется хорошо видно как она вот так протекает ли да и вот уже уже попадает уже нашу бабочку значит по прошлому разу пока миссии у нас давится семечка вот у нас прошлый раз под этим видео в ютюбе я выставлю ролик где мы снимали когда давили массы из грецкого ореха я уже часть использовал где-то на пальце 2 у нас тоже было грецкого ореха вот в этой мурмитке вот это осадок который она дала он тоже полезно его можно потом будет с медом переменять очень полезно и так что это нельзя не надо выбрасывать там много макро микроэлементов вот ну и вот масло само вот оно прозрачное очень такое напоминает как свежий мед поэтому вот то что касается так значит вернемся к нашему процессу давки наших семечек значит чтобы если когда нужно будет много давить эту машину можно просто поставить на край стола вот так сместить ее на край стола и это будет падать прямо вниз в коробку ну если вам придется надо много 7 а4 работать не как сейчас для демонстрации вот 400 грамм таком и загружили загрузочный контейнер если придется там например 5-6 килограмм то есть это ставится машина на край стола потом коробка это будет все прямо падать в коробку то есть вот этот счет вот тут хорошо так период баллов этого вот такой горяченький вот масло пункт капает процесс идет машина очень практичная маленькая небольшая планах следующего ролика отснять как эта машина масло пресс давит масло лимяное тоже очень важное для организма и хочу сказать что масла они легче усваиваются чем сами семена и орехи поэтому на этой машине можно отдавить не только подсолнух не только грецкий орех можно одни еще давить можно давить и арахис вот и другие масса содержащие продукты а вот она как легко выходит вот оно такое значит двигатель здесь вращает редуктор вот в этой части у нас находится редуктор он небольшой и шестерен состоит в данной части у нас стоит сам двигатель если посмотреть заднюю часть пока весь у нас процесс давки идет у нас горячий старт вот чтобы лучше она выходила то в принципе уже можно выключить и вот потому что уже при давлении за счет рисования уже наконечник нагревается самостоятельно при старте когда он холодный то есть вот там нагреватель вот как раз нагревает наконечник вытяжной вентилятор он вытягивает воздух охлаждая тем самым и редуктор и двигатель так как эта машина рассчитана на продолжительную работу до 6 часов вот машина работает о 220 вольт здесь переключатель двухпозиционный значит сейчас на двоечке это рабочий режим если поставить нейтральное положение ноли машина будет выключена и единичка это кратковременно нажать она не фиксируется это реверс если вдруг у вас шнек забьется и нужно вернуть назад чтобы она высвободилась и снова пошло вперед то есть удерживая можно реверс сделать назад ну сейчас мы делать не будем это мы делали в первом ролике больше рассказывали о машине когда рассказывали как она устроена вот просто мы сейчас немножко отвлеклись и вот у нас уже смотрим семечек у нас уже осталось очень мало то есть уже где-то половину это грамм 200 уже она прошла вот он масло капает процесс очень простой вот даже можно посмотреть сейчас как вот просыпаются семечки вот здесь шнек сейчас лопатка отодвину чтобы посмотрели то есть по сути тут вмешательства не надо шнек затягивает семечки самостоятельно поэтому тут можно просто засыпать контейнер и заниматься своими делами машина свою работу сама сделает сейчас можно посмотреть как семечки вот затянет эх, вот семечки подсыпаются эх, вот семечки подсыпаются что очень удобно вот уже чуть-чуть мы видим уже шнек так вот постепенно вот в принципе машина работает очень тихо удобная техника она может применяться и на кухне и в малых производствах и вегетарианских кафе в санаториях где требуется небольшие объемы всегда свежего и в небольшом количестве масла вот здесь у нас шрот ну в данном случае так как у нас семечки идут с кожурой семечки они грязные с мешка их как бы применять можно как удобрение вот но если вы будете использовать семечки чищенные вот без кожуры то вот этот шрот который будет выходить его можно в принципе использовать и для выпечки и для добавления в кашу как отдельный продукт как клетчатка как дополнительный продукт для каких-то паштетов типа халвы ну уже в разных рецептах можно посмотреть где можно использовать но шрот он очень тоже содержащий макро и микроэлементы поэтому здесь казалось бы много места занимает но если я вот так сейчас сожму то есть вот он сухой уже масло отдавилось поэтому шрот у нас при остывании он становится вот маленьким таким вот на руке даже не блестит рука потому что уже масло в шроте уже не осталось а если осталось то это очень маленький процент то есть рука вот сухая вот оно к руке почти не прилипает рука не блестит сухенько то есть масло хорошо отжимается почти его не остается в шроте вот шрот такой диетический особенно если мы когда делаем шрот из льна шрот из грецких орехов из чищенного ядра семечек подсолнуха то его можно потом использовать как пищевую добавку в принципе можно еще на кофемолке перемолоть просто в муку если кому то не нравится чтоб какие то осколки маленькие были там в каше и так далее то есть вы всегда можете иметь продукт безотходный у вас и шрот и масло и всегда свежее потому что полиненасыщенные жиры они очень окисляются в отличие от насыщенных жиров которые температура плавления очень низкая она может быть в холодильнике застывает оно меньше подвержено окислению здесь полиненасыщенные жиры они очень боятся окисления от воздуха так значит вот у нас уже семечек пока я рассказывал здесь у нас уже осталось семечек чуть-чуть очень мало то есть наверное грамм уже 50 масло у нас ну вот то что я рассказывал где-то какой-то фуз падает то есть у нас масло если посмотреть когда процесс у нас закончится сеточка уберется я покажу само масло поэтому как бы скорость средней обработки перемалывания машина тихонечко медленно работает вот параллельно если у вас на кухне есть разное оборудование вы занимаетесь вот масло вот его можно добавлять и в салаты и в выпечку вот масла которые делаются тоже мы в планах планируем сделать из кокосового ореха из ядра кокосового ореха эти масла тоже очень полезны для масок для кремов для кулинарии поэтому всегда имейте кокосовое натуральное масло оно не дешевое вы можете тоже на этой машине поэтому много функционал этой машины использования очень много масло расторопши которое тоже очень является полезным масло конопли рапсовое масло это все содержащие продукты масла в себе и вот у нас уже остатки и вот у нас уже остатки вот незаменимая техника для тех кто желает вести заобра образ жизни вот мы сейчас можем посмотреть непосредственно как вот остатки семечек наш шнек туда затянет вот редуктор медленно работает нагрузки не надо во многих маркетинговых компаниях идет то что двигатели там пол киловатта киловатта но как бы сильной нагрузки большой не нужно потому что двигатель он нежно вращает шестеренки которые уже передают всю силу на шнек и вот все мы видим уже чистенько и теперь остатки у нас уже довыходят и так красиво уже по звуку мы слышим уже больше работает двигатель чем шнек то есть уже нагрузки никакой нету все мы останавливаем нашу машину так снимаем наш контейнер выключим машину из розетки вот так у нас вот этот нагреватель вот эти три пальца вот он приблизительно в этой части нагревает при горячем старте а сам выход масла он чуть дальше находится вот мы видим расстояние три пальца где сам выход масла и три пальца где наш нагреватель он именно нагревает чтобы хорошая отдача была масла значит что мы по маслу смотрим ну пожалуйста вот сколько мы масла выдавили 400 грамм семечки вот а здесь уже такой вот фуз который собрался вот здесь то есть вот так вот значит если посмотреть на фоне вот уже даже вот масло оно уже такое зеленовато-серое если его поставить ну на пару дней то оно будет очень такое чистенькое а вот принципе сейчас я ложкой немножко попробую показать его вязкость вот масло вот даже если ставим на дно ложку вот ее видно да вот оно такое запах это сырая семечка это сырое масло оно не подвергается ни дегидрации ни рафинированию вот это вот натурально вот что с природы есть благодаря механическому прессованию вот это масло вот таким способом вот оно было давлено пусть оно дальше капает мы благодарны что вы были с нами увидели как прессуется на такой маленькой бытовой пресс машине масло из подсолнечной семечки мы рады вам рассказывать о том-то новом в следующем ролике мы подготовим прессование масло из семени льна это это очень полезное масло это жирные кислоты омега-3 которые необходимы в наш организм всего доброго если вам это видео понравилось подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всего доброго до свидания до свидания до свидания до свидания до свиданий до свидания до свидания и у нас тоже с うん